МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексеевское созвездие. Фасад гимназии на Горького осветили 160 прожекторов. Мечта на колесах. Многодетной семье из Богорещенска подарили микроавтобус. Танцы и дуэли. Любители культурного отдыха провели бал по канонам Шекспира. Об этом и не только. Расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. В Благовещенске отменили режим повышенной готовности. Существенных осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. С выпавшим в понедельник снегом продолжают бороться 20 спецмашин ГСТК. Бригады очищают улицы от наледи, подсыпают проезжую часть и тротуары противогололедным материалом. Работы ведутся не только по основным магистралям Ленина, Красноармейской, Зейской, 50-летие октября, Калинина, Игнатьевскому шоссе, но и в отдаленных районах. Песчаногравийной смесью обработали магистральную, дорожников, Нагорную, Загородную и части улиц в районе Тайваня и селе Плодопитомник. Затрудняют работу специалистов автовладельцы. Те, кто оставляют машины на обочинах или в заездных карманах. Городские власти просят на время очистки искать альтернативные места для парковки авто. Никакие капризы погоды теперь не помешают благовещенцам уехать в Китай. В среду по Амуру пойдут автобусы. Понтонный мост уже смонтировали. Возводить его на Китайском берегу начали во второй декаде ноября, на российском, неделю назад. Конструкцию проверила специальная комиссия. В среду переправу введут в эксплуатацию, но только пассажирское направление. Грузовое традиционно откроют позже. Стоимость билета на автобус в Хэйхэ осталась на уровне прошлого года. 2150 рублей для взрослого и 1215 рублей для ребенка. Курсировать по мосту транспорт будет с 9 до 17 часов. 160 прожекторов, 6 ярусов, одно большое свечение. Холодными и теплыми цветами одновременно засиял один из красивейших памятников архитектуры Благовещенска. Рабочие завершили монтаж подсветки на фасаде Алексеевской гимназии. Процесс был непростым. За ним наблюдала наша съемочная группа. Она же оценила результат. Ни специальных кассок, ни страховок. На Алексеевской гимназии работают бесстрашные профи. На высоте 5 метров прикрепляют к фасаду электрокабели и светильники. Последних проектировщики предусмотрели 160. В цветовой палитре только белый и желтый. Зеленый, голубой и розовый на историческом здании. Маветон. Цветной нет, потому что мы не Китай. Подсветка, честно говоря, никаким дизайнерам у них не утверждена. И общая комбинация города, как будто яркие пятна. У нас должно быть аккуратно, стильно и дорого. Стиль и роскошь Алексеевской гимназии подарят целых 6 уровней подсветки. От купола до самой земли. Нижних прожекторов всего 10 штук. Но их установка оказалась непростой. Был долгий этап, но он был самый первый у нас, потому что нам это было надо сделать до морозов, чтобы земля не начала промерзать. Вырывали мы траншею с помощью трактора, снимали плитку, затем у нас производилась прокладка кабеля в ПНД трубе, потом установка кронштейнов непосредственно. Светильники на кронштейнах изготовлены из стали, покрыты толстым слоем порошковой краски. В общем, антивандальные. В подтверждении слов экспертов – краш-тест от школьников. Прожекторы, что в понедельник заработали в тестовом режиме, они и подергали, и осмотрели со всех сторон. Новый облик здания задержал на улице несколько классов гимназистов. Хоть и вечер, хоть и домой пора. Мне нравится то, что школа разноцветными огоньками горит, стала светиться, как звездочка в небе. Вечернюю сказку в центре города посетила и мэр областной столицы. Валентина Калита считает, получилось даже ярче, чем было в проекте. Но результатом осталась довольна. Как и тем, что в этом году в Благовещенске огнями засияли целых три исторических здания. Подсветку двух гимназий оплатил спонсор. Здесь это ДРСК выделили деньги для того, чтобы город сверкал, и красота наших исторических зданий была видна издалека. На следующий год у нас есть тоже планы по подсветке. Мы надеемся, что те предприятия, учреждения, которые есть на территории города, которые сегодня нам помогают в этой подсветке, будут продолжать свою благотворительную миссию. До конца года в Благовещенске еще и деревья подсветят. В районе Пидуниверситета они засияют к 31 декабря. Кристина Каширина, Дмитрий Тарасов, программа «Город». И к другим темам. Амурский экономический форум стал крупнейшим деловым событием области в 2019 году. В нем приняли участие около 700 гостей из разных регионов России и больше 100 предпринимателей из КНР. 4-й Амурский экономический форум стартовал в столице Приамурья 29 ноября и шел одновременно на нескольких площадках. Главной темой стала презентация Благовещенской агломерации. Участников, крупных инвесторов и бизнесменов познакомили с экономическим потенциалом России и Китая. Приезжие спикеры научили предпринимателей автоматизировать свой бизнес и продвигать его в интернете. По итогам первого дня удалось подписать несколько экспортных контрактов, в том числе на продажу сельхозпродукции. Продолжился форум на китайской стороне в городе Хэйхэ. Были проведены переговоры между двумя якорными инвесторами с российской стороны, это группа компаний «Регион», и с китайской стороны это шанхайская компания «Юэсин», якорный инвестор на китайской стороне. Впервые они встретились и в рамках форума проговорили совместное сотрудничество, так как обе компании будут по обеим сторонам моста застраивать территорию. В рамках Амурского экономического форума по 100 тысяч рублей получили 7 благовещенских предпринимателей. Они стали победителями первого конкурса «Бизнес-признание». В номинации «Лучший женский проект» первой стала Валентина Лиштаева, создатель мини-питомника растений. За проект в сфере ЗОЖ награду забрал Амурпромснаб. Открытием в сфере производства стал проект сыровара Юлии Бобылевой. Индивидуальный предприниматель Антон Саяпин представил лучший интернет-проект службы доставки еды. Премию также вручили Алексею Черепахину за студию молодежного творчества и Екатерине Бусловой за развитие инновационного направления в образовании детей и взрослых. Лучший сервисный проект принадлежит компании 25 ноября. И так как мы развиваем только производственную сервис компании, мы представляли, как бы презентовали нашу концепцию новой упаковки, через которую наш потребитель нашего кофе может более интересно и более правильно познакомиться с продуктом и воспользоваться правильно. На упаковке есть сервисная маркировка, на которой есть QR-код, его можно отсканировать, с QR-кода попасть на наш YouTube-канал, где есть видеоинструкция двухминутная, как правильно приготовить кофе. Жюри городского конкурса оценивало бизнесменов по таким критериям, как перспективность, уникальность и клиент-ориентированность. Память безымянных героев почтили благовещенцы от мала до велика. В честь пропавших без вести советских и российских солдат они обложили гвоздиками мемориал на Площади Победы. Это уже юбилейная пятая акция в областном центре. Из года в год к павшим в бою обращаются дети, студенты, волонтеры, члены Совета ветеранов, простые горожане и первые лица города. Во Вторую мировую войну на фронт ушли больше 140 тысяч амурчан. 37,5 тысяч домой не вернулись. Это невосполнимая утрата для региона и страны. Как говорят, война не окончена, пока не перезахоронен последний воин, принимавший в ней участие. Мы всегда будем помнить о подвиге этих героев, чьи имена сегодня известны. Вечная им память. Третьего декабря россияне отметили щедрый вторник, присоединившись к международному благотворительному движению, основная цель которого – вовлечь как можно больше людей в добрые дела. Герои нашего следующего сюжета про акцию ничего не слышали, но сюрприз получили. Затем, как исполнилась мечта многодетной семьи Сутунковых из Благовещенска, наблюдал наш корреспондент. Чтобы дети всегда, вовремя, везде успевали, чтобы в зимний сезон вы действительно не мерзли. Поэтому вот хотели бы подарить вам автомобиль. Это документы, это ключи. Спасибо большое. Заместитель председателя правительства области Пётр Пак в гостях у Сутунковых впервые. Привёз ключи от новенького Ниссана. О нужде многодетной семьи узнал из письма, адресованного губернатору. Просить помощи у властей сама жизнь заставляет, говорит Евгения Ивановна. Одна растит пятерых детей. Муж погиб в 2009-м. Тогда и пришлось впервые обратиться в мэрию. Без ответа просьба не осталась. Семья получила просторную квартиру. Потом власти и депутаты не единожды приезжали с подарками. Но сегодняшний оказался самым дорогим. Спустилась. Первая на машинную очередь даже уже заняла. С мамой покататься. Первая. Вообще очень классно, что нам подарили машину. Машина в семье была и раньше. Год назад сломалась. Без автомобиля, говорит Благовещенко, как без рук. На работу, к родителям или за город, чтобы отдохнуть, приходилось добираться на автобусе или такси. А теперь можно и детям права получать. Старшей уже 19. Водить они у меня уже умеют. Старшие трое. Это две дочери, старшая и сын. Они водить умеют. Выезжаем, где разрешено учить. За город туда можно учить. Не нарушая права, ничего. Естественно, контроль полный. В выборе марки и модели принимала также участие Евгения Ивановна. Потому что мы созвонились с ней и спросили, что нужно, какие технические характеристики, что в салоне должно быть, потому что есть ребенок-инвалид. Техническим обслуживанием машины дальше будут заниматься уже Сутунковы. Первое, что им предстоит сделать – переобуть авто. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город». В Благовещенский бум двойняшек. За день специалисты отдела ЗАГС зарегистрировали пять пар двоин. В одной семье родились исключительно мальчишки. В двух других – двойни девочки. Еще две Благовещенские пары будут воспитывать разнополых детей. Ко дню матери двойняшки-девочки появились и в двух семьях из Свободного. Дни массовой регистрации двоин случаются нечасто. В год младенцев с парой рождаются всего около сотни. За девять месяцев 2019 года в Преамуре их родилось 86, 67 – в областном центре. В прошлом году зарегистрировали 81 двойню. Примирить враждующие кланы Монтеки и Капулетти попытались в городском Доме культуры. Отношения выясняли на приеме у графа Дюка. Для этого 20 участников тематического бала «Однажды в Вероне» нашли костюмы в стиле 16 века. Продемонстрировали их, а также танцы и дуэли эпохи Шекспира. Мы сложные, мне кажется, Мореско, потому что слишком движение. Лично для меня я не могу запомнить порядок движений. Их не особо так-то и много, но они трудно запоминаются. А самый красивый, как мне кажется, это Круговая Паванна. Неужели, вопрек вашему возрасту, не позволено мне осветить столь прекрасное лучезарное сияние ясностью? Молодой человек. Назвал меня стариком. Ну, шпагать махать вы умеете. Ну, если бы он неплох. Брали хотя бы примерные фасоны. Ткани, естественно, таких уже не найдешь. Опять же, примерные бархат, парча там, что-нибудь такое. Ну, насколько смогли, максимально восстановили. Мы уже озвучили тематику следующего года. Это у нас будет 19 век, вторая половина 19 века. Рождественский бал у нас стандартный, который идет. У нас как бы там нет привязки к дресс-коду. То есть можно в любом, но у нас тема по Гарри Поттеру, по вследной Гарри Поттеру будет. Гораздо больше благовещенцев привлек бал Ледовый. Открыть сезон катания на коньках на стадионе Амур собрались 500 любителей зимних забав. Площадку для них готовили две недели, по 20 часов в сутки. В день Икс угощали гречневой кашей и горячим чаем. А конкурсы для гостей проводил сам Дед Мороз. На праздники побывал и наш телеоператор. Дед Мороз Юные воспитанники 3-й городской спортивной школы борются за победу в конкурсе рисунков. Творческое состязание объявил футбольный клуб «Благовещенск». В соревнованиях художников ФК устроил в преддверии традиционного новогоднего турнира по мини-футболу. Конкурс проведут среди городской ребятни в трех возрастных группах. 5, 8, 9, 12 и 13, 15 лет. От них ждут рисунки формата А4, выполненные карандашом, красками, фломастерами или тушью. А вот коллажи, аппликации или изображения, созданные в графических редакторах, приниматься не будут. Заявки от желающих побороться за ценные подарки ждут до 15 декабря. Лучших назовут во время открытия турнира 19 числа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова